Долгожданный финал планеты Халков уже на ваших экранах. Зараженная земля, в которой любая ошибка может равняться смерти. Постоянные войны, конфликты и, конечно же, огромное количество разнообразных монстров. Вряд ли вы найдете менее подходящее место для жизни, чем суровая планета Халков. Если вы пропустили предыдущие части, то ссылки на них можно найти в описании. Присаживайтесь поудобней, не забывайте заточить свое оружие и ныряйте в этот удивительный мир битв. А перед началом ролика я хотел бы вам порекомендовать канал Серёня. Там вы найдете множество интересных видеороликов, обзоры свежих фильмов по типу Звездные войны и фантастические твари, разборы актуальных трейлеров, а также видеокомикс-тематики. Поддержи молодой гик-канал, ссылка в описании, не забудь подписаться. Я искал искупление в зеленых землях, но нашел лишь свою погибель. Капитан интересуется у короля, как это произошло, почему его лучший друг Баки мертв. Красный отвечает, что бог Дум послал Баки убить его, а тот исправно попытался выполнить свое задание. Ты... ты это сделал. Красный король, ты монстр. Кто еще настоящий монстр? Это бог Дум убил его. Дум послал его на это безумное, невыполнимое задание. Виноват лишь Дум. Богу Думу нужно, чтобы мы друг друга перебили. Извращенная забава, устраиваемая ради его восхваления. Колесо крутится, вновь и вновь. Слава богу Думу. Но есть другой вариант. Я контролирую залежи вибраниума. У меня есть армия халков. Присоединяйся к нам, и мы направим нашу мощь против бога Дума. Только так ты отомстишь за товарища. Да. Месть. Рады приветствовать в рядах революции. Выпьем. Дум все силен. Но я узнал об одной его слабости. На следующей странице Капитан Америка резко нападает на короля. Халк пытается ответить, но промахивается. Мощным ударом наш герой роняет врага. А после чего, занося щит над его головой, вонзает его прямо в череп. Кровь летит во все стороны. А крик Стива. Ты убил Баки. Он был моим лучшим другом. Он спасал меня тысячу раз. А разносится по всему замку. Капитан вспоминает былые моменты, начиная с их с Баки юности и заканчивая победами на безжалостных аренах. После чего Кэп слышит голос зеленого доктора. Громила поздравляет своего нового напарника с выполненной миссией. Итак, ты выпустил своего Халка наружу. Я так и думал. Красный король мертв. Теперь я буду править грязевым королевством. Слава богу, Думу. Ты знал, что Баки уже мертв? Конечно. Но если бы я сказал тебе, ты никогда бы не... Ты затащил меня через эту проклятую землю. Заставил поверить, что я могу его спасти. Манипулировал мной. Заставил меня убить Красного Короля. Не так быстро, капитан. Ты знал, что Баки мертв, когда убивал Красного Короля. Ты сделал это по своей воле. Не выдержал собственной ярости. Халка внутри себя. Нет, внутри меня нет никакого Халка. Идиот. Я сделал это, чтобы отомстить за смерть Баки. Капитан, если в нас не будет Халка, мы будем пустыми, словно вакуум. Это планета войн, битв и крови. С капелькой цивилизации на ней. Зеленая земля. Это наше истинное лицо. Это Красный Король. Это я. Это ты. Я не такой, как вы. Доктор кричит, что Кэп напыщенный идиот. А после чего начинает принимать свою человеческую форму. И на следующей странице мы видим, что зеленым громилой является Стив Роджерс из параллельной вселенной. Парень говорит, что едва ли между ними есть хоть какие-то различия. Наш герой интересуется, как это произошло. Я нашел гамма-радиацию. Я нашел правду. У нас схожие судьбы, Стивен. До определенного момента. Сматриваясь в эти панели, мы понимаем, что Баки этого Роджерса умер уже довольно давно. И чтобы обрести великую силу, Стив подверг свое тело гамма-излучению и выпустил Халка наружу. Гамма-радиация течет по моим венам, делая меня больше и сильнее. А идеалистические идеи Баки портят тебя. Делают тебя не просто глупым, а идиотом. Ты ошибаешься. Баки делал меня сильнее. И твоя верность павшему товарищу – причина, по которой ты сейчас уйдешь и оставишь зеленую землю мне. В этом ты найдешь искупление. Как и хотел бог Дум. Как того требует мир. Хватая топор, наш Стив молвит, что доктор ошибается. Баки вдохновлял его. И теперь, благодаря Баки, он достаточно храбр, чтобы сделать то, что необходимо. На следующей странице мы видим, как свирепый динозавр раскидывает Халков снаружи. Как вдруг их прервает крик Стива. Взяв голову Красного Короля, Кэп кричит, что вот их предводитель. А после чего бросает ее прямиком в грязь. Подходя к дьяволу, Роджерс демонстрирует ему руку Баки, рассказывая о его смерти. Услышав это, Терек создает яростный рев. Мы отправились в зеленую землю, чтобы спасти боевого товарища. Теперь нас здесь ничего не держит. Я совершил нечто. И прошлое уже не вернуть. Нечто ужасное. Мы потеряли все. Пойдем, брат. Отпустите нас. Не оглядывайся, дьявол. Никогда не оглядывайся назад. Большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Впереди еще много подобного безумия. Не забывайте вступать в мой паблик Джесси Джеймс и подписываться на другие социальные сети. Все ссылки в описании. А также не забывайте, что самые интересные комментарии касательно ваших впечатлений от этой истории могут попасть в одно из следующих видео. На этом у меня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok